Я сделала почти 2000 шагов за полдня. Пока маловато, нужно по 10 тысяч ежедневно. Впрочем, эту теорию научно пока никто не обосновал. Минздрав России говорит о минимум 30 минутах активной физической нагрузки в день. Это один из четырех критериев здорового образа жизни. Еще нужно не курить, съедать в день не менее 400 граммов фруктов и овощей и не более 5 граммов соли. В общем-то, все. Но, насколько легко придерживаться этих правил в нашем суровом северном краю? А какие камни можно споткнуться по дороге к здоровому образу жизни? Разберемся по сути. Надо признать, что соблюдать правила ЗОЖ стало проще. С этого года их всего четыре. Но почему именно они так важны? И здесь все просто. Сердечно-сосудистые заболевания, онкология и заболевания органов дыхания наиболее часто становятся причинами гибели югорчан. Убираем факторы риска, продлеваем жизнь. Но соблюдать правила нужно все и сразу. Иначе не зачет. Куришь? Все, не ЗОЖник. А ведь, пожалуй, отказ от сигарет – одно из самых сложно выполнимых требований ЗОЖ. Специальные книги, пластыри, жевательная резинка помогают не всем. Вот Андрей и Михаил – двоюродные братья. Вместе росли, вместе курили. С 12 лет. Он, может быть, хотел показаться старше, взрослее, круче. Куда смотрели ваши родители? Мы очень много гуляли. И дышали, со свежим воздухом занимались физической активностью. И курили в кустах. Заодно. Мы хорошенько заедали жвачкой. И курили через палочки. Да. Чтобы родители были не в курсе. Братья неоднократно пытались бросить курить. 9 лет назад Михаилу это удалось. Принял решение. Сказал – бросаю. Взял – бросил. А стаж курения Андрея уже 15 лет. Осознание того, что в будущем это мне аухнется и очень хорошенечко аухнется, оно, конечно, даёт вот эту мотивацию бросить. Вот, а почему не могу бросить? Это уже другой вопрос. У меня нет на него ответа. Мы решили сравнить, насколько отличается процент угарного газа в лёгких Андрея от показателей некурящего Михаила. Если смокелайзер выдаст значение больше 6, значит, организму уже не хватает кислорода. Лёгкий курящего человека, значит, старше самого человека, на 10 лет, а то и на 30, в зависимости от старшего курения. То есть, к чему приводит нехватка кислорода? Кислорода, значит, это кредко быстрее стареет, соответственно, уже выполняет свою работу. Это отражается на функциях всего организма в целом. То есть, печень и сердце, и лёгкие, и так далее, и так далее, и так далее. Давайте проверим. Да. Мы, да. Неожиданный результат. У обоих братьев показатели некурильщиков. Так как у вас молодой организм ещё, да, поэтому он показал от нуля до шести. То есть, это пока норма. Я почему говорю? Потому что молодой организм сам справляется. Это компенсация у вас идёт. Но это до поры до времени. Довольно широкий диапазон показателей, к сожалению, не позволяет посмотреть, насколько близко к пограничной шестёрке подошёл Андрей. Сейчас самое время попрощаться с сигаретой. Организм постепенно восстановится. Где-то около полугода до года они чувствуют себя плоховато, правильно. Это потому что угарный газ, да, он действует на все сосуды органов, да. А когда происходит очищение, приходят через год на пациенты, приходят при работе с психологом, он говорит, я намного стал лучше. С теми, кто хочет бросить курить, в центрах здоровья, которые есть уже не только в Ханты-Мансийске, работают психологи. Некоторых пациентов, заядлых курильщиков с большим стажем, они ведут по несколько лет. Мы часто захватываем чужую идею и потребность. Ну, в смысле, сейчас же модно не курить, да. Ну, в принципе, модно, поэтому в голове-то, ну, я хочу бросить курить. Да, а на самом деле, ну, я, конечно, хочу, но мне сигареты столько приносят удовольствия, что, ну, с другой стороны, не очень. Я зависен от никотина. Это первое движение, которое человек должен в сердце принять. Не просто бла-бла, а вот именно вот реально. А второе желание, которое мы вообще формируем у человека, да, в ходе работы, и я правда хочу отказаться. По сути, даже государство помогает людям бросить курить. По-своему, конечно. Увеличение стоимости табака в среднем, вот с выходом 15-го федерального закона на запрете курения в общественных местах и повышение акцизов на табачную продукцию привело к тому, что в среднем по России 10-15% бросили курить. То есть и для многих критерием стал это именно экономический фактор. У каждого свой путь к здоровому образу жизни. Андрею только предстоит очистить свою дорогу от сигаретных бычков, а Михаил со своей уже и соль убрал. А сколько ушло времени примерно на то, чтобы привыкнуть на самом деле к вкусу несоленой пищи? Наверное, около двух недель. Двух-трех. То есть какие-то вкусовые страдания вы не испытываете сейчас? Сейчас абсолютно нет. Натрия организму нужен. Совсем без соли человек может прожить от силы 10-11 дней. Суточная норма соли по ЗОЖ – 5 граммов в сутки. Но вкусовые рецепторы большинства из нас привыкли к другим. Более ярким вкусовым ощущением. И сегодня в магазинах широчайший ассортимент продуктов с повышенным содержанием соли. В 100 граммах хлеба, который готовит нам пищевая промышленность, содержится зачастую 1,8 – около 2 граммов соли. Это только 100 граммов хлеба. А если в 100 граммах колбасы, то есть может быть до 6 граммов соли. Можно ли изменить ситуацию, как говорится, надавив на производителя сверху? Изготовление продукции у нас осуществляется по нормативно-технической документации, которая разрабатывается самим изготовителем в соответствии с законодательством РФ и утверждается точно так же. Законодательно заставить производителей уменьшать, включать состав соль, хлеб, колбасу, что у нас сыры. Мы этого не можем, к сожалению. Как же распрощаться с излишками соли и что мы получим взамен? В свое детство вспоминаю, что те же самые огурцы и помидоры все-таки не были даже соленые основным продуктом питания. Как правило, по праздникам их доставали. Это не было ежедневной пищей. А сейчас у нас возможность такая есть у людей. Пойти каждый день покупать эти помидоры и огурцы соленые. У кого-то там уже наладились стратегические запасы. Люди годами хранят эти продукты. И они становятся для них основными. Вот этого надо стараться все-таки избегать. Только себя контролировать и стараться готовить дома и есть натуральные продукты. Взамен мы получим нормальное артериальное давление, снижение риска развития инсультов и инфарктов. Эксперты утверждают, что с отказом от соли постепенно восстановится чувствительность вкусовых рецепторов. И, по сути, удовольствие от еды можно будет получать в той же мере. Интересно, как у Михаила обстоят дела с нормой фруктов и овощей? Норму по фруктам я стараюсь выдерживать с овощами. Все немножко посложнее. Почему? Посложнее. Почему? Во-первых, это качество продуктов. То, что нам привозят в Ханты-Мансити. Ну и цена. Посмотрите, у нас овощи стоят как мясо, а то и дороже мясо. К сожалению, вопросы цены, а также соотношение цены и качества в законе не прописаны. Нет правила, по которому предприниматель должен дешевле продавать подгнившие овощи, фрукты и увядающую зелень, которые точно не принесут пользы здоровью. Впрочем, таких и быть-то на прилавках не должно. Законодательно у нас определена презумпция добросовестности индивидуальных предпринимателей в соответствии с 294-м законом федеральным. Поэтому мы должны рассчитывать на то, что у нас индивидуальные предприниматели, юридические лица прекрасно знают все эти нормативы, все эти требования и должны их соблюдать. За прошлый год и текущий период нынешнего сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота 200 килограммов овощей и зелени. Радует, что не только привозными огурцами и помидорами жива югра. Развиваются в регионе и личные подсобные хозяйства, и фермерские. Несложно найти на югорских прилавках местные дикоросы. Пожалуй, труднее все-таки с теорией. Что выбрать? По какому принципу? Будем практиковаться, как говорится, не выходя из офиса. Мне предложили подобрать суточную норму фруктов и овощей. У вас здесь нет банана? Да, я его убрала специально, чтобы про него не говорить. Он не наш. В нем и клетчатки мало, в нем и крахмал. Это крахмал содержащий, его надо ограничивать. Пол банана всего в день. Клубнику я каждый день хочу есть. Персик. Наверное, вот мандарин. Вот так бы я питалась каждый день. Совершенно правильно все выбрали. Очень мудро выбрали клубнику, потому что состав пищевых волокон в этой ягоде достаточно высокий. И, в общем-то, вот этому персику, ну, можно сказать, что соответствует, ну, чуть больше, чем полстакана вот этой клубники. Мандарины оказались лишними. Организму вполне достаточно 200 граммов фруктов и ягод в день. Но необходимо разнообразие. Важный нюанс. Если есть фрукты на десерт, сахар, который в них содержится, будет помогать организму откладывать жирок про запас. Проще говоря, жир плюс сахар – здравствуй лишний вес. По этой же причине не стоит одновременно есть фрукты и орехи. И то, и другое – это отдельные приемы пищи, как второй завтрак или полдник в детском саду. Вы совсем не выбрали овощи. Фрукты овощи не заменят. Причем нужны именно сырые овощи и зелень. После варки целлюлоза, которая не так ценится, разрушается. Просто нужно понимать, что это совершенно уже другой продукт, который будет прежде всего обеспечивать нас энергией. Вот это для нас будет энергия, а вот это для нормального пищеварения нашего желудочно-кишечного тракта. Это легко организму. И это питает нас определенными питательными веществами, элементами, которых нет в тех привычных продуктах, которые мы едим постоянно. Сырых овощей можно есть сколько души угодно, благодаря все той же целлюлозе. Она, заполняя кишечник, стимулирует нормальную перистальтику. Помимо этого, когда мы употребляем большое количество овощей, соответственно, в толстом кишечнике преобладают процессы брожения. Они должны в норме там преобладать. В результате брожения образуется большое количество органических кислот, которые, опять же, стимулируют опорожнение кишечника. А вот белковая пища и простые углеводы запускают процессы гниения. Итог – новообразование кишечника. К сожалению, врачи-диетологи сегодня на вес золота. Но с вопросами о питании можно обратиться к эндокринологу или гастроэнтерологу. Интернет тоже в помощь. И, наконец, последний критерий ЗОЖ – физическая нагрузка. Попробуем хотя бы подтянуться на перекладине на значок ГТО. Погнали! Постепенно возвращаются в нашу жизнь производственная гимнастика и комплекс ГТО. Популярна скандинавская ходьба – очень эффективный вид нагрузки. Заниматься спортом сегодня модно. В городах и весях Югры активно строят дворовые спортивные площадки. Открываются новые спортивные клубы. Тренажерные залы не пустеют. Пятнадцать! Шестнадцать! Ну, золото уже в кармане. Хватит! Могу больше? Как оказалось, в слове «больше» тоже есть подвох. Вредна как низкая, так и высокая физическая активность. У нас люди начинают заниматься спортом, не оценив возможности своего организма. То есть мало кто из тех, кто занимается кимноспортом, позволит сходить себе хотя бы к участковому терапевту, для того, чтобы задать анализы и понять, может ли организм справиться с такими нагрузками. Итогом неправильной нагрузки могут стать проблемы с опорно-двигательным аппаратом и позвоночником. К счастью, без медицинской справки сегодня не допускают даже к сдаче нормативов ГТО. Все хорошо в меру. И это объясняют югорчанам, решившим встать и на путь здорового образа жизни и в центрах здоровья, и во время диспансеризации, где помогают выявить и скорректировать факторы риска. Как результат целого комплекса профилактических работ, увеличение средней продолжительности жизни югорчан. Сегодня она составляет 74,9 года, как в Санкт-Петербурге. Мы спросили у наших экспертов и героев, какой еще критерий ЗОЖ они добавили бы к четырем имеющимся. Сон должен быть 7-8 часов. Необходимость все-таки медицинского контроля за своим здоровьем. Наверное, счастье. То есть это внутреннее состояние души счастливого человека, которое, мне кажется, влияет также и на твое физическое здоровье. Это любовь, я думаю, так. Здоровый сильный мужчина, здоровая женщина, здоровый генофонд, счастливая крепкая семья, непобедимая Россия. И добавить к этому, по сути, нечего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова